Здравствуйте! В эфире телеканал БТБ. Это «Национальный интерес». Меня зовут Николай Матвеев. Сегодня в программе будем говорить о реформе Министерства внутренних дел, о том, как должна работать правоохранительная система в Украине, и о том, насколько эта реформа сейчас является своевременной, и насколько она должна быть проведена оперативно. Говорить по теме будем с нашим гостем. В студии эксперт-центра политико-правовых реформ, кандидат юридических наук Александр Манчук. Александр, здравствуйте! Доброе утро! Понимаем, что некая ситуация с реформами в Украине не то чтобы назрела, а уже даже, наверное, перезрела. Но понятно, что проводить все реформы глобально в один день, даже, наверное, в один год невозможно. То, о чем сейчас говорят о реформе МВД. Стоит ли понимать, что это одна из первоочередных реформ, и без нее все остальные реформы в стране будут малоэффективны, невозможны? Или же есть время подготовиться для того, чтобы какие-то изменения провести эффективные, вменяемые, последовательные? Ну, я сказал бы так, что правильно определено было, на мой взгляд, президентом, что первая реформа, без которой невозможна, вообще другие реформы, это антикоррупционная. Это потому, что любые изменения, которые бы мы не сделали, там, или в милиции, или в других органах, или в государственной службе, но если нет нормального антикоррупционного законодательства, если нет органа, который мог бы контролировать и мог бы предотвращать коррупцию в высших эшелонах власти, все любые иные начинания, они неэффективны будут. Поэтому я думаю, что это, в принципе, должно, и сейчас, как бы, команда президента это ставит на третье место, после антикоррупционной реформы, после судебной реформы. В принципе, можно бы начинать эти реформы вместе, потому что до этого времени, за все время независимости, мы фактически, у нас система Министерства внутренних дел, осталась та, которая у нас была еще в Советской Украине, я бы так сказал, да, в Советское время. Только одна поправка, увеличилось количество милиционеров. Вот, то есть, население уменьшается, количество милиционеров увеличивается. Ну, стоит ли понимать, что, если мы говорим об антикоррупционной реформе, то подразумеваем, все-таки, наверное, и реформу системы правоохранительной, потому что, ну, они неразрывно связаны, да, невозможно провести там какую-то антикоррупционную, новую составляющую ввести, и при этом правоохранительная система останется той, о которой вы говорите. В антикоррупционной очень важно просто сейчас, на мой взгляд, две составляющие. Первая составляющая антикоррупционной реформы – это создание отдельного органа, бюро антикоррупционного, которое будет предотвращать и расследовать факты коррупции, скажем, высших должностных лиц государства. Это один факт. Второй факт – это то, что нужно создать отдельный орган, который будет проверять способ жизни чиновников и их формальные, скажем так, юридические или там, да, формальные законные доходы. То есть вот, вот, и если это будет создано, вот этот механизм, да, вот эти институции, тогда можно… Возможно, потому что реформа МВД, она имеет другие составляющие. Это очень важно тоже, снова же, чтобы, например, руководитель будущей полиции не брал взятки, или не ставил на нужные места, на хлебные, так называемые, места своих людей. То есть вот это очень важно, чтобы это предотвращать, это нужно системным механизмом. А дальше уже переходить к конкретным вопросам, которые есть в системе МВД. Ну, есть некоторые, ну, некоторые вопросы к тем даже органам, о которых вы говорите, которые нужно создавать. Как они будут взаимодействовать с вот большой системой правоохранительной? Потому что понимаем, что, возможно, эти органы сами будут назначать на хлебные места нужных людей. Не получится ли так? То есть, если смотреть сейчас законопроект, который уже вносился президентом, его парламент с разных причин, я думаю, даже и политически мотивированных причин, не включил даже в повестку дня об антикоррупционном бюро, оно предусматривает, что там будут работать, не будут работать люди, которые раньше работали в антикоррупционных органах. То есть, должны быть набраны новые люди. То есть, свежая кровь абсолютно. Да, и это новый орган, который будет смотреть и должен расследовать дела против министров, заместителей министров, начальников. И не бояться этого дела. Да, и как бы это с одной стороны. С другой стороны, исходя из специфики, например, расследований, чтобы дела не застревали снова же в генеральной прокуратуре, к ним прикомендировываются прокуроры, которые будут, скажем, представлять их дела в судах. Потому что такая особенность процесса. Просто создание органа, если мы эти все дела будем генеральную прокуратуру передавать, это ничего не даст. Они там же могут оставаться, в случае чего. Да, поэтому это предусматривает, что нужно прикомендировать новых прокуроров к этому органу, который будет представлять государственное обвинение в судах по этим делам. И еще важный аспект, что вот этот законопроект предусматривает, что на уровне закона очень четкую градацию зарплат. И она начинается в минимальных зарплатах, там минимум, если я не ошибаюсь, в рядового сотрудника, она там будет около 15 тысяч гривен, в руководителя около 60 тысяч гривен. Это если на нынешний, скажем, размер минимальной заработной платы. Потому что там в проекте закона привязано к минимальным заработным платам. Поэтому вот как бы есть надежда на то, что вот этот законопроект, и если эта институция будет создана, он сможет, скажем, эффективно противодействовать и расследовать факты коррупции. Что же касается самой системы Министерства внутренних дел, есть ли какое-то видение общее сейчас в стране, или какое-то консенсусное мнение о том, как должна выглядеть милиция в Украине, какое она должна быть, кому подчиняться, из каких подразделений состоять, как сделать так, чтобы они не перекрывали друг друга по функциям, не дублировали, или с другой стороны дублировали там, где это необходимо. Да, я понимаю. Общего, как бы, скажем, мнения, если мы спросим там в ученых, в аналитических организациях, международных, представителей международных организаций, например, в аппарат МВД, то, в общем, все говорят, мы хотим, как в Европе. Но это общее, да, там... Но картинка еще не сложилась, да, о том, как именно... Ну, а какие пазлы вот этой общей картины, они отличаются и моментами очень серьезно отличаются. Но самое главное, на мой взгляд, и сейчас вы видите, что, например, министр презентовал видеоролик о реформе МВД, но я бы это рассматривал, вот эти его движения, как все-таки элемент перед выборами, да, то есть, как бы, потому что это можно было бы сделать и весной, и летом, но это все появилось только осенью. Конечно же, можно сказать, что это все только-только-только подготовлено, да, мы долго работали, и, в принципе, поскольку я вхожу пока что в экспертный совет по реформированию МВД при министре внутренних дел, и скажу, что, то есть, даже то, что подготовили правозащитники и подали в аппарат министерства, и то, что я сейчас вижу, выходит от аппарата Министерства внутренних дел по реформированию, оно отличается, да, то есть, мы более конкретно выписываем, там, например, концепцию реформирования в аппарате о более, скажем, обтекаемые выражения, чтобы потом, может быть, что-то изменить, уже когда конкретные вещи нужно будет регулировать законом. Просто очень важный вопрос состоит в том, что, на наш взгляд, нужно, ну, в любых реформах, которые сейчас происходят, да, нужно забыть вот такие вот европейский подход, что сначала мы пишем концепцию, стратегию, план исполнения стратегии, а потом законопроект. Нам, на мой взгляд, нужно всегда приходить, брать, писать закон, законопроект, вносить парламент, голосовать его и дальше его реализовывать, потому что таким образом только можно реализовать реформу. Ну, снова же, с законопроектом об антикоррупционном бюро. То есть, никто же не садился, не писал, вот у нас такое будет антикоррупционное бюро, писать концепцию, сели, написали законопроект. Вот это подход, который нужно делать с реформой МВД. А, скажем, а сейчас, как я вижу, министр пошел вот таким очень долгим путем, да, то есть мы стратегию, после стратегии концепция, после концепции план исполнения вот этой концепции и стратегии, а потом, может быть, к концу 15-го или в 16-м году будет законопроект. Вот, на мой взгляд, это неправильный, скажем, вот такой тактический или стратегический ход. Ну, хорошо, подходов там может быть много, например, вот такой, как вы говорите, в обход подход, он позволяет, например, привлечь общественность для обсуждения, да, порассуждать над тем, что внесено. Если есть какие-то конкретные пункты, да, всегда можно спросить, стоит ли это делать, не стоит. Потому что мы хотим полицию, как в Европе, звучит очень красиво, но когда человек говорит, что мы хотим полицию, как в Европе, например, экипированную, как в Европе, это одно. Понимать, что каждый милиционер – это высококлассный специалист, юрист, спортсмен, борец, стрелок, и при этом конфликтолог и психолог – это тоже, да, какой-то конкретный пункт, о котором редко говорят. О том, что будет усовершенствована система применения оружия в случае конфликтных ситуаций, угрозе жизни граждан или самому милиционеру. Ну, опять-таки, мы должны понимать, что есть система некая европейская. Одна поправка только, и это очень важно. Нигде в Европе полицейские рассматриваются как юристы. Это одно из вопросов. Полицейские получают ведомственное образование, оно как бы специальное, среднеспециальное, но это не юрист. Это наше постсоветское, скажем, такое, что у нас выходят юристами оттуда. И поэтому мы снова же… Это один из пунктов реформы. Посмотрите, мы уже комментируем конкретный пункт, есть возможность его обсудить. Если не юрист, то человек юридически подготовленный, который точно знает, что ему дозволено, что не дозволено. И что дозволено гражданину, и какие права при этом имеет еще нарушитель. Да, это абсолютно правильно. Просто у нас как бы своя история есть, почему у нас сейчас функционирует 6 университетов внутренних дел. И у нас, если на количество, скажем, если взять, то в Европе, наверное, на одного милиционера, это у нас самая дорогая система образования. И она неэффективная. Потому что люди учатся 4-5 лет, на них тратятся большие деньги из государственного бюджета, они работают после этого 3 года, потому что это обязанность. И преимущественное большинство из них уходит из органов. То есть и государство как бы… И это постоянно мы снова учим, и мы снова… Что нужно, на мой взгляд, делать? Нужно, на мой взгляд, как в других странах Европы, создать место университетов, создать небольшое количество школ полиции. Школа милиции, да? Да, вот как было в советской… Как раз вот с советской времени, что можно было бы взять, это вот подготовку милиционеров. Но фактически так происходит в Европе, так происходит в Америке. Есть некая академия из того, что мы знаем. Ну, академия – это то название, это не статус. Это просто полицейская академия. Но по существу в США 6 месяцев подготовка. Школа милиции? Да, 6 месяцев. И это означает, что они получают необходимые знания, и дальше идут на улице, патрулируют. Кто лучше знает закон, становится детективами и расследует преступления. То есть, и вот все, и это более эффективно. А наша система, просто говорю, что очень затратная. И вот это один из пунктов. Но если мы предлагаем ВВД, и у нас было обсуждение, все говорят, да нет, а куда мы там? А у нас там 100 профессоров права в университетах наших. Куда мы их отпустим? Ну, мы же не можем, это же какое наследие наше, да, научное в наших университетах. И тут возникает вопрос, тоже самый вопрос, нужна ли ведомственные учреждения здравоохранения в системе. Может дешевле каждого застраховать? Медицинскую страховку купить полицейскому или милиционеру? Это будет намного дешевле, когда они по страховке будут там свои вопросы решать, которые возникают. И вот такие вопросы, они просто в аппарате. Но самое главное, просто очень хотел бы сказать, что в реформе, что один из главных вопросов, который, и как в Европе нужно сделать, и это не хочет очень министерство, аппарат министерства на это соглашаться, это то, что милиция или полиция должна быть институционально разделена и отделена от министерства. Министерство, это должно, там должны быть люди не в погонах, это гражданские, государственные служащие. Их оптимальное количество 200-300 человек, это аппарат Министерства внутренних дел, который работает только над контролем за деятельностью полиции и других органов, подготовкой нормативных актов, например, приказов министра, проектов и законов, и анализом его исполнения. То есть вот такие полномочия. Все остальные, потому что сейчас в аппарате МВД около 2,5 тысяч, все остальные люди должны быть переведены в полицию, они должны быть полицейскими. А у нас это как раз с советского времени, у нас фактически нет Министерства внутренних дел, а у нас Министерство, которое по его существу должно отвечать за все внутренние дела в государстве, а у нас Министерство милиции. И у нас фактически выходит, что не допускают европейцы, политическое лицо, министр, потому что он представитель партии, он реально руководит силовым подразделением. В свое время европейцы, скажем, натерпелись вот этой системе, они очень четко разделяют. Политик занимается государственной политикой, будучи министром, но деятельность конкретная, вот полицейская деятельность, это профессиональная деятельность. Ей должны заниматься не политики, а государственные профессиональные служащие. И опять-таки, за которым будет гражданский некий контроль, и за самим аппаратом этим Министерством внутренних дел, вот вверх и до низа также будет наблюдать общественность, которая всегда может политику на выборной основе внести какие-то предложения и сказать там, извините, нас не устраивает, как наводится порядок. Да, в том числе, потому что сейчас вот у нас вот это первый вопрос, который нужно изменять и делать как в Европе, о чем я говорю. Потому что, например, последнее на постсоветском пространстве, последняя реформа произошла, ну, одна из предпоследних, это в России, они же не сделали этого, они назвали полицией, но фактически министр внутренних дел, он остался министром полиции, да, то есть и вот это одна проблема. И потому что не может человек в униформе, например, быть в аппарате Министерства и заниматься подготовкой нормативных актов. Потому что униформа для чего по ее природе? Для того, чтобы на улице простой человек понимал, передо мной представитель власти. Для чего лицу форма, когда он сидит в кабинете и готовит проект приказа? Ему не нужна эта форма. А что это, на что это влияет? Это влияет на то, что, например, мы с бюджета просто больше денег этому чиновнику платим, потом он выходит на пенсию, мы больше ему платим. То есть неэффективно просто используем наши государственные деньги, которые и так мало. Если говорить о предложении создать все-таки некий прообраз муниципальной милиции, это решит как-то ситуацию с разделением давления, полномочий, контроля, нарушением каких-то коррупционных схем, когда каждый город, территориальное образование или общинное образование сможет, если оно имеет возможности и ресурс, создать некое подразделение, которое будет заниматься охраной правопорядка, ну и какими-то там делами не специализированными. Я лично двумя руками за создание реальной местной полиции или муниципальной, или местной милиции. Это независимо от названия. Но тут принципиальный вопрос. То есть принципиальный вопрос состоит в том, что на уровне государства мы должны решить охрана общественного порядка. Это государственная функция или функция, или мы понимаем, что это как, например, вопросы благоустройства, это функция общин. То есть общины должны решать, как, какое количество и каким образом должна охраняться общественная безопасность. должна охраняться, какое количество патруля, где должны размещаться участковые полицейские или милиционеры. Вот это вопрос. Самое главное, это то, что местная полиция должна, если мы говорим, что это функция общин, это естественная или природная функция общин, мы должны передать функцию участковых милиционеров и патрульно-постовой службы в местную полицию. И государство не должно этим заниматься. Но то, что мы видим, и то, что мы видим, инициативы, например, от Министерства оригинального развития, от Министерства внутренних дел, они хотят, скажем, они понимают, что на Майдане, во время Майдана, скажем, одна из главных тезисов была то, что каждая община должна отвечать, да, и иметь полномочия в сфере общественной безопасности. И они как бы хотят вот такую квази-местную милицию создать, которая, и они говорят, ну, мы можем, мы пишут сейчас законопроекты, но оно предусматривает, что мы, у нас местная милиция будет заниматься только, например, вопросами, там, скажем, парковки автомобилей, чтобы не мусорили на улицах. И фактически это дублирование, они предусматривают дублирование на одном уровне одних и тех же полномочий. Потому что они хотят, чтобы была вот эта патрульная служба местной милиции, и в то же время будет сохраняться патрульная служба национальной, да, милиции или полиции. Вместо того, чтобы оставить патрульную службу муниципальную, а, например, экспертов, криминалистов, детективов, следователей сделать, например, на уровне, там, областном, государственном. Да, ну, там может быть районный уровень, это не проблема просто какой уровень, просто чтобы определиться, где государственная функция, а где функция местного самоуправления. Или где государственную функцию можно делегировать местным органам. Да, но тут тоже вопрос, например, это делегированное право, или это все-таки естественное право общин, да, отвечать за вопрос общественного порядка. Потому что, например, англоамериканская система показывает, что государство в эту сферу не вмешивается. То есть, да, это все отдано общинам, да, местным общинам, они местному самоуправлению этим вопросом занимаются. В Восточной Европе не все так однозначно, но, например, Чехия тоже пошла тем образом, что она, тем путем, что она создала, скажем, полноценную местную полицию. Она называется полиция общин, да, или общинная полиция. То есть, она, да, имеет свои исключительные полномочия. И, но у нас это очень сложно проходит, и сейчас даже то, что я видел концепцию, которая вышла уже от аппарата МВД, она ни одним словом не говорит о местной полиции, то есть, или местной милиции, да, то есть, уже как бы забыли эту тему. Но тут очень важный вопрос, и мы всегда говорим об этом, что важно понимать, что только тогда мы можем передать эти полномочия местному самоуправлению, когда будет проведена административно-территориальная реформа. Без того, чтобы передать реальные, скажем, финансирования, бюджеты местному самоуправлению, передавать эту функцию, это просто похоронить эту функцию, потому что это будет означать, что никакой полицейский, никакой служащий не захочет работать, например, на ту зарплату, которую может ему предложить в нынешних условиях местное самоуправление. То есть, мы упрямимся в тезис, у нас нет денег. Да, да, да. И тут очень важно, снова же, чтобы не было беспредела, очень важно в нынешних условиях с местной полицией, чтобы был надлежащий все-таки элемент контроля за местной полицией. Как это может быть некоторые, да, там, пол-полминуты? Например, то, что кандидаты в полицейские, милиционеры в местную милицию, они должны проходить обязательное предварительное обучение в этой национальной школе полиции и сдавать экзамены государственной экзаменационной комиссии. Комиссии, которые отбирают кандидатов, там тоже должны быть представители от министра внутренних дел, может быть, от омбудсмена, от съезда адвокатов региона. То есть, чтобы вот элементы вот этого контроля тоже были, потому что мы не можем отпустить это, да, на самотек и этот вопрос, потому что... Это может быть все национальная служба внутренних расследований, которая, не будучи знакома, например, с местными какими-то лицами, может быть привлечена по запросу общественности приехать в конкретный населенный пункт, провести расследование просто никого не зная. Да, вариантов очень много есть. Есть опыт европейских стран и англо-американской правовой системы, которые показывают, как это можно все делать. Но вопрос просто в том, что сейчас нет политической воли на реальное создание местной полиции. Фактически, скажем, мы как бы забываем вот эти тезисы, которые во время Евромайдана звучали, что у нас будет в будущем местная полиция. Ну, опять-таки, если мы об этом говорим, то вопрос, наверное, может быть, обсуждаем. Мы не пришли к тому какому-то моменту, когда сказали, будет так и все. Все-таки этот вопрос мы поднимаем и говорим о нем. Если же говорить о предстоящей реформе, понимаем, что ей быть. Готовы ли сегодняшние служители закона и порядка, сегодняшние милиционеры, к глобальным изменениям в системе? Или же это будет для них шок, удар? Необходимо, нужно будет, в принципе, готовить новых специалистов? Ну, я думаю, что вы описали ваше второе описание о том, что это шок, это будет. Но нужно просто один из опытов польской реформы, потому что Польша провела это одна из первых реформ в 90-м году. В 89-м у них начались трансформационные вот этот период. В 90-м они приняли закон о полиции. И самый главный вопрос, просто честно разговаривать с действующими полицейскими. Или тогда у них тоже были они милиционерами в Польше. То есть просто честно говорить, что вот новые условия. То есть если вы согласны в новых условиях работать и по новых условиях, то есть и под новым контролем, и другие требования, которые по закону предъявляются, предъявляются, тогда мы будем с вами работать. Но вы должны просто понимать. Просто об этом нужно честно говорить. Потому что я думаю, что вопрос просто в том, что то количество добровольцев, которые сейчас есть в зоне АТО, они могут потенциально, на мой взгляд, быть вот тем ядром изменений. То есть, но тут нужно по личному составу такую вещь, я думаю, сказать, что мы понимаем экономическую ситуацию, и мы должны пойти к тому, что уменьшить количество служащих в Министерстве внутренних дел, и за этот счет уменьшение личного состава, иные, скажем, бюджетные средства. Пусить на качество. На качество и на повышение зарплаты. То есть вот таким образом. Потому что и когда будет гарантирована хотя бы на уровне закона уровень оплаты труда, и каждый будет понимать, что, например, через год мои качественные работы я буду получать или там в первый день, или первый месяц я столько получу. Через год я столько получу. Через 5 лет я столько буду получать. Если будет это на уровне закона, потому что очень много стран, Наверное, все страны Восточной Европы, они на уровне закона о полиции регулируют вопрос заработных плат. И доплат, премии очень четко. Это такие социальные гарантии. Да, до евроцента, даже высчитывают в законе Словакии о полиции. До евроцента высчитывают уровень премии за каждый год, который выплачивается полицейскому. Но это только в том случае, если уменьшить центральный аппарат МВД. Отказаться, например, мы предлагаем также. Есть у нас государственная служба охраны. Вы знаете, ДСО или ГСО. Фактически, это в советских времен была единственная охранная структура. Сейчас у нас есть лицензированные 4,5 тысячи лицензированных охранных структур. Зачем? Ну, то есть частных. Зачем еще одна государственная, в которой работают около 20 тысяч людей? Да, они зарабатывают деньги для министерства, для бюджета. Но мы им платим зарплату милиционера, что-то случается с ним, социальный пакет милиционера и пенсии милиционера. То есть, зачем люди, которые фактически занимаются частной охранной деятельностью, мы им платим как государственным служащим? На мой взгляд, нужно приватизировать эту службу, вообще эту службу. И тогда мы просто увеличиваем бюджеты, потому что уменьшается на около 20 тысяч милиционеров. И таких очень много служб. Опять-таки, вопрос дискуссионный. Можно наоборот все службы охранные объединить в единственную государственную. Единственное, что пересмотреть условия их работы. Я благодарю вас. Тогда это будет нелиберальный подход, и такого нет в Европе. Мы можем смотреть на примеры других стран, но идти по собственному пути. Я благодарю вас сегодня за то, что были в гостях у «Национального интереса». В эфире телеканала БТБ мы сегодня беседовали о реформе МВД. Говорили с экспертом Центра политико-правовых реформ, кандидатом юридических наук. С нами был Александр Банчук. Меня же зовут Николай Матвеев. Мы увидимся с вами на БТБ. Будьте с нами.